ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Через несколько метров ее остановили два выстрела. Муж вышел из подъезда буквально через 2-3 минуты после того, как Евгения вышла из подъезда. Обнаружил ее, лежащую на земле. Она еще была жива. Истекала кровью. И через минуту Евгения умерла на руках у супруга. По тревоге были подняты все силовые структуры Подмосковья. Но и для всего нашего коллектива это было воспринято как личная угроза. С самого начала главной версии для следователей Следственного комитета стало заказное убийство. Когда мы выяснили и поняли, в чем причина убийства Жени, то, конечно, мы были ошмалены. Ежегодно в России происходит 2-3 десятка заказных убийств. Каждое такое дело для следователей – это всегда нестандартное решение, предельное внимание к деталям и колоссальное терпение. Ведь необходимо, чтобы все – и заказчик, и организатор, и исполнители преступления – ответили по закону за то, что совершили. Дело об убийстве. В убийстве Евгения Ишишкиной сразу попало на особый контроль председателя Следственного комитета. Штаб развернули в Подмосковном Красногорске и направили туда наиболее опытных следователей со всей области. Штаб работал в круглосуточном режиме, просто сменяясь друг на друга сотрудников, не прекращая работу просто ни на минуту. Следователи отрабатывали все возможные версии, искали свидетелей и улики. Первую и весьма необычную находку сделали на месте преступления. В траве рядом с телом убитой лежали детали пистолета, возвратная пружина и затворная рама. Как выяснилось, позже убийца стрелял искупленного в интернете самодела, который просто не выдержал второго выстрела. Пистолет разорвался в руках преступника, и если он даже не планировал оставлять свои биологические следы на пружине, то все равно у него это получилось. Именно на пружине генетики обнаружили множество микроскопических кусочков кожи убийцы. Это давало надежду, что вычислить его удастся в ближайшие сутки. Эксперты не спали всю ночь, устанавливая генетический профиль преступника. В 5 утра профиль был установлен, был проверен по федеральной базе данных геномной информации. Совпадений не обнаружено ни со следами с других мест преступлений, ни с конкретными лицами. Если информации о ДНК убийцы нет ни в одной базе, значит, он никогда не имел дела с правоохранительными органами. То есть, вероятно, следователя Шишкину убил дилетант. На эту мысль сыщиков навела и еще одна находка одежды. После убийства преступник переоделся в ближайшем лесопарке и там же бросил только что снятые вещи. Киллер-профессионал никогда не поступил бы так опрометчиво. 13 октября 2018 года возле ресторана в лесопарковой зоне были обнаружены куртка, брюки, майка и медицинские маски. Согласно физико-химической экспертизе на одежде масках были обнаружены частицы продуктов выстрела. Зацепкой для следователей стала куртка-убийца. Она была 54-го размера. На вшивном ярлыке значилось, что ее сшили в Орле в 2011 году. К нами было установлено, что такие куртки изготовлены было порядка 400. Из них было 57 курток 54-го размера. И, соответственно, в ходе следствия мы отрабатывали каждую куртку, чтобы найти, кто ее приобрел. Расследование шло по нескольким направлениям сразу. В первые четыре дня следователи допросили 370 жителей поселка Архангельское. Накануне убийства многие видели подозрительного молодого человека, который крутился возле дома Шишкиной. По показаниям свидетелей-очевидцев стало понятно, что за период недели-две он уже находился здесь. И его видели неоднократно непосредственно в подъезде, где проживала потерпевшая. Парня хорошо запомнили, потому что он всегда прятал лицо за медицинской маской. На тот период пандемии еще не было. И, соответственно, из общего массива людей выбивался человек, который был непосредственно в медицинской маске. На основе свидетельских показаний составили фоторобот-убийца. Но сделать полноценный портрет не удалось. Ведь очевидцы видели только глаза преступника. Сыщики просматривали записи с камер видеонаблюдения, выискивая кого-то похожего. Если говорить о видеозаписях, их было изъято несколько тысяч. На нескольких видеокамерах лицо, совершившее преступление, было запечатлено как на момент подхода к месту преступления, так и на момент, когда это лицо покидало место преступления. По камерам сыщики отследили весь маршрут убийцы до парка, где он бросил одежду. Дальше следы терялись. Лица преступника не было видно ни на одной записи. Перед специалистом по цифровой криминалистике Вадимом Смехновым следователи поставили задачу установить хотя бы его рост. Для того, чтобы определить рост этого преступника, достаточно было просто внимательно посмотреть в кадр. Мы видим, что здесь запечатлен автомобиль Peugeot 308. Зная, что эти автомобили имеют стандартизированный размер, заложенный заводом-изготовителем, можно проводить расчеты любых величин, которые запечатлены в нашем пространстве на этом изображении. Высота автомобиля 147 сантиметров. Значит, рост пробегающего мимо человека примерно 176. У нас были несколько подозреваемых. И подпадает и под рост, и под все. Но это не уладно. Мы людей задерживали, местных жителей, и брали, соответственно, образцы биологические, проверяли, да и коней их. Вскоре стала подтверждаться главная версия – заказное убийство. Вышли на вероятного заказчика, доказать вину которого могли только показания киллера. Но его еще надо было поймать. Кто исполнителя, это было самое сложное установить. Наемники, убивающие за деньги, были всегда. В советские годы следователи называли их «заказниками». На дело киллеры выходили крайне редко, а убийства обычно маскировали под несчастные случаи. В начале 90-х все изменилось. Здесь появились десятки киллеров, которые стреляли в открытую. Самый такой рассвет заказных убийств – 1994 год. Вот тогда я читал, что в год было 500 заказных убийств. Это получается по 2-3 убийства каждый день. Потом уже пошли немножко на спад. Спрос на заказные убийства появился в России тогда же, когда начала активно развиваться предпринимательская деятельность. После перестройки почти не было законов, регулирующих отношения в этой сфере. Поэтому криминал придумал собственные – карательные. Появились воры в законе, которые стали выполнять функции такого арбитража. Ты прав, ты не прав, по понятиям и так далее. Один точный выстрел из снайперской винтовки, публичные расстрелы из автомата, взрывы автомобилей и целых зданий. Киллеры 90-х убивали по-разному. Они объединялись в группировки, которые называли профсоюзами. Каждый член такого профсоюза ежемесячно получал зарплату в долларах. У кого 500, у кого 1000. Но за выполнение заказных убийств мы дополнительно доплачивали. Могли машину подарить, могли что-то, путевку какую-нибудь купить ему за границу, поехать с женой, поощрить, или просто денежную премию. Наемникам заказывали банкиров, бизнесменов, которые отказывались платить дань бандитским группировкам, криминальных авторитетов, чиновников и даже журналистов. Всегда в заказном убийстве должен быть мотив. Кому этот человек мешал, раз. Кому он препятствовал, два. И не вернул ли он деньги, или у него взяли большое количество денег, скажем. Бандитские войны давно закончились. Но их отголоски слышны до сих пор. В 2019 году Санкт-Петербург потрясло заказное убийство, совершенное в духе 90-х. Бизнесмена казнили за долги. Это дело началось с необычного СМС-сообщения. «Я в Вайе, улица Зеленая, буду в 22 часа». Его отправил своей семье известный в городе ресторатор Михаил Долгополов. Сообщение было странным для Миши, очень странным, потому что он написал улицу, он дал координаты нам, где его искать, если что-то случится. Домой Михаил не вернулся и на связь больше не выходил. На следующий день его близкие поехали по указанному в СМС-адресу. «Вайя, Вайя не знал этого слова. Вот что это место такое подгаченное. Довольно трудно найти было по навигатору. Какие-то сложные повороты, такое странное достаточно место. Мишу там никто не видел». Пунктом назначения оказался коттедж, который посуточно сдается в аренду. Убедившись, что он пуст, родственники пропавшего ресторатора обратились в полицию. В Вайю выехала следственно-оперативная группа. «Накануне приезжали несколько людей, которые заранее забронировали этот коттедж. И они пробыли там порядка 8 часов, после чего успешно собрались и уехали». «В ходе осмотра мы обнаружили следы, похожие на кровь. Находим пулю, повреждения от пули на стене и на перилах лестницы». Следы указывали на то, что в доме, возможно, произошло преступление. «Имеет ли оно отношение к Михаилу Долгополову, говорить было рано». «Первая версия, ну, что он как минимум живой, потому что каких-либо нюансов, которые бы указывали на то, что действительно в отношении его могло быть совершено преступление, не было. Не поступали какие-то угрозы в его адрес до этого. И вёл он себя обычно, не нервничал». У близких пропавшего ресторатора была своя версия. Михаил мог инсценировать собственные убийства, чтобы скрыться от кредиторов. «У него были очень большие долги, больше, чем можно отдать сразу». «Казалось, вдруг он как-то что-то подстроил, чтобы на время исчезнуть, как-то решить свои проблемы этим образом, и потом через какое-то время появиться». Помимо ресторанного бизнеса Михаил занимался скульптурой. Он всегда старался объединить бизнес и искусство и стремился поразить воображение публики. Свой первый ресторан в Санкт-Петербурге он открыл в начале 2000-х. Это было самое роскошное заведение в городе. «Он замахивался только на великое. Если кофе, то была какая-то привезена невероятная кофейная машина. Если сигары, то только гаванские какие-то неизвестно откуда и как доставаемые. В общем, всё было самое лучшее, самое передовое, самое невероятное». В 2017 году Михаил открыл в центре Петербурга две сырные лавки, в которых продавал дорогие сыры собственного производства. Варили их специально приглашенные из Европы сыровары. «И после его смерти здесь, в Петербурге, нет таких сыров». Дорогостоящие бизнес-проекты Долгополова купались с трудом. Чтобы держаться на плаву, ресторатор занимал крупные суммы, вернуть которые получалось не всегда. «Меня это очень пугало. Я говорю, Миша, кончится тем, что тебя убьют». Он говорил мне, «Мариночка, эти времена давно прошли. Никто никого за долги не убивает, иначе как они с меня эти деньги получат?» Похожее на кровь вещество, которое криминалисты обнаружили в коттедже в деревне Вайя, отвезли в лабораторию. «В данном случае здесь, на месте происшествия, это была кровь. Кровь Долгополова». Эксперты тщательно изучили каждый сантиметр коридора, где заметили кровь впервые. Ее следы оказались повсюду. «На том месте, где я располагаюсь, я, были обнаружены следы замытой крови. На стенах были частично оставлены следы брызг крови. До сих пор осталось». Анализ «брызг крови» – это целый раздел криминалистики. Специалисты, которые его проводят, могут довольно точно описать, что произошло на месте преступления. «Брызги говорили о том, что это повреждение было получено в динамике, учитывая объем кровопотери, скорее всего, это повреждение головы». Надежды, что Михаил Долгополов жив, оставалось все меньше. «Его обвели в розыск, как без вести пропавшего». Никаких зацепок у сыщиков не было. Только автомобиль, в который Долгополов сел перед своим исчезновением. Машина ждала его у сырной лавки на улице Белинского. «Были получены видеозаписи съемок с камер видеонаблюдения. Был установлен автомобиль, в который Долгополов, соответственно, сел и на котором он убыл вот этого места. Ну и в дальнейшем был установлен маршрут автомобиля». Камеры зафиксировали весь путь автомобиля из центра Петербурга до деревни Вайя. На выезде из города водитель вышел из машины на автозаправке. Как он не старался скрыть лицо под козырьком бейсболки, голову все же поднял. Этого кадра хватило, чтобы установить его личность. Андрей Васильев на момент совершения преступления имел судимость за кражу и мошенничество. Оперативники выяснили, с кем он тогда созванивался, и вышли на его подельников. Ранее не судимого Сергея Кима и Вадима Обысова, который уже привлекался за кражу, хулиганство, вымогательство, хранение оружия и наркотиков. «Был установлено их местонахождение. В Новгороде был задержан Обысов, в Самарской области был задержан Ким, и в Оренбургской был задержан Васильев». На первом же допросе задержанные сознались в убийстве Долгополова. Организовал преступление Сергей Ким. Следователям оставалось только вычислить заказчика. «Было, значит, достаточное количество доказательств и сведений о том, что Кима Обысова и Васильева наняло для совершения указанного преступления конкретное лицо». Убийцы решили заманить Долгополова в ловушку. Сделать это поручили Васильеву. Используя природное обаяние, он должен был познакомиться с жертвой, войти в доверие, а потом отвезти в арендованный коттедж, где ждали подельники. «Проводилась целая операция по завлечению Долгополова в данное помещение». Чтобы Васильев смог расположить к себе успешного ресторатора, ему купили дорогую одежду и обувь. После чего он стал регулярно заглядывать в сырную лавку Долгополова. «У него открытая улыбка, располагающая внешность, обладал некой харизмой, был коммуникабельный. В кафе его узнавали, даже придумали ему прозвище «командировочный». Он заходил, спрашивал, активно беседовал с сотрудниками кафе. И однажды он спросил, где Долгополов, ему сказали, вон он сидит там в углу. И после этого он уже с ним стал знакомиться». Они периодически встречались в течение четырех месяцев. Сначала просто общались. А потом Васильев сделал ресторатору предложение, от которого тот не смог отказаться. «У Долгополова были определенные финансовые трудности. Васильев ему сообщил о том, что есть некий человек, который готов, скажем так, оказать сотрудничество в организации бизнеса строительного». «Мы прибыли в Каплет, где я забрал Михаила в тот день в апреле. Здесь стоял мусорный пак, я припарковался возле него на автомобиле». Отправившись с Васильевым в деревню Вайя, Михаил Долгополов был уверен, что едет на деловую встречу. Но уже на месте, видимо, заподозрил неладное. Поэтому и отправил близким встревожившее их сообщение. Первым в арендованный убийцами коттедж вошел Васильев. За ним Михаил Долгополов. Прихожей он оказался спиной к сауне, за дверью которой прятался Обысов. Когда они привезли уже непосредственно труп в место, где его закопали, значит, закапывал Ким и Васильев. Обысов не помогал, потому что ввиду, скорее всего, какого-то сильного волнительного состояния, он себя нехорошо чувствовал. Нервничал Вадим Обысов, и когда вместе с подельниками показывал сыщикам место сокрытия трупа. Тело Михаила Долгополова убийцы вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу рядом с трассой Луга-Великий Новгород. Они убили багажник, взяли лопаты и пошли там, ну, копай. Тело лежало здесь, чуть дальше, блядь. Потом, ну, все там, закопали. Они убили человека, а не киллеры. Они выполняли это за деньги, а значит, это профессиональные киллеры. Если говорить о том, что имели ли они до этого опыт убийства, то мы сомневаемся. Они везде засветились, попали под камеры. Как было установлено в ходе расследования, Обысов за совершение преступления было передано денежные средства в сумме 350 тысяч рублей, а Васильеву в сумме 100 тысяч рублей. Какое количество денежных средств получил Ким, достоверно и точно установить не представлялось возможным. Сергей Кима суд приговорил к 17 годам лишения свободы. Вадима Обысова к 18. Андрей Васильев получил 15 лет. Чей они выполняли заказ, сыщики уже выяснили. Именно этому человеку убитый Долгополов задолжал большую сумму денег. В отношении данного лица в отдельное производство было выделено уголовное дело и указано лицо, объявленное в международный розыск. В каждом деле о заказном убийстве есть заказчик, организатор и исполнитель. Вычислить их и доказать связь между ними – главная задача следствия. Самое сложное – это установить заказчика. Поскольку если есть лица, которые установлены, которые совершили преступление, то установить мотивы совершения этого преступления, которым играет заказчика, и у самого заказчика. Как правило, это самое сложное. Бывает и наоборот. Заказчика находят раньше, чем исполнителя. Так, в громком деле Евгении Шишкиной, убитой в Подмосковье, заказчика установили уже через неделю. А вот за киллером пришлось поохотиться. Подмосковный Красногорск. В октябре 2018 года, за время допросов ближайшего окружения Евгении Шишкиной, следователи пришли к выводу, что преступление связано с ее работой. Самым вероятным заказчиком убийства оказался Ярослав Сумбаев, лидер организованной преступной группы, находящейся в международном розыске. Шишкина вела его дело, а он ей угрожал. Она мне рассказала о том, что у нее есть такой-то, такой-то товарищ, который писал по электронной почте. Ну, угроза. И делал акцент на то, что вы меня не найдете никогда. Никто. Звонил ей, требовал от нее прекращения уголовного дела отношения с себя. Сумбаев возглавлял банду хакеров, которая в 2013 и 2014 годах занималась мошенничеством в нескольких российских городах. Хакеры взламывали сайты туроператоров и оформляли железнодорожные билеты на подставных лиц. Те распечатывали билеты в терминалах и, как ни в чем не бывало, сдавали их в кассы в обмен на живые деньги. Этих билетов было за раз тоже не один-два, а по пять, по десять. То есть они получали достаточные суммы, тем самым причинили, конечно, достаточно большой ущерб. Более 17 миллионов рублей. Это на 31 коммерческую организацию. В 2014 году следователь по особо важным делам Евгения Шишкина отправила за решетку почти всех участников банды Сумбаева, около 20 человек. На свободе остался только он и несколько его сообщников. Тогда-то главарь группировки и начал требовать от следователя закрыть дело. Шишкина объявила Сумбаева в международный розыск. Она абсолютно точно верила в то, что она делает, и по крупицам собирая доказательства совершенных преступлений, она пошла к своей цели, невзирая ни на что. В начале 2018 года хакер перешел от слов к делу. В ночь с 13 января на 14 января 2018 года возле дома Шишкина Евгения Сатурна был умышленно сожжен ее автомобиль. После этого в период с 15 января 2018 года и до 7 марта 2018 года ей поступали текстовые сообщения с угрозами и фотографии сожженного автомобиля. Следственный комитет установил, что одним из поджигателей оказался родственник Ярослава Сумбаева. Жена его незадолго до убийства, получается, ликвидирует юридическое лицо, ну, то есть планирует уехать за рубеж, здесь уже ничего не держат, и действительно она туда уезжает. Другие его родственники за день до совершения убийства 9 октября также выезжают в Грузию. На то, что именно Сумбаев заказал Шишкину, указывал еще один факт. За 12 дней до убийства Евгения передала дело хакера в суд. Для преступника это означало, что все его угрозы оказались напрасны, и он решил отомстить. Работа любого сотрудника правоохранительных органов, она всегда связана с некой опасностью, с недовольством, которое возникает в процессе выполнения ими служебных обязанностей. Но то, что это может дойти до такой крайней формы, до этого безумия, ну, никто не мог предположить. В 21 веке все больше убийств по найму совершается из-за бытовых конфликтов. Именно эти дела больше всего удивляют ко всему привыкших следователей. Ведь обычно в этом случае заказчик – самый близкий для жертвы человек. В сентябре 2019 года к оперативнику московского уголовного розыска пришел киллер, который рассказал о готовящемся заказном убийстве. В 6 утра я сплю, в 6 утра звонок, я смотрю, звонит Геннадий. Я – да, он так и так, Игорь Иванович, нам надо срочно встретиться. Я собрался и в 7 часов поехал к нему. Что за срочность? Что случилось? Я думал, что-то он там натворил. И он начал мне говорить, что мне сделали заказ. Я говорю, что значит заказ? Он говорит, ну как, что? Человека надо убрать. Игорь Лиджиев знал Геннадия уже несколько месяцев. Оперативник присматривал за ним после того, как тот вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство и разбойное нападение. Хоть у него такой послужный список, такой путь сложный, но человеческое в нем еще осталось. Несостоявшийся киллер рассказал, что заказ на убийство получил от бывшего сокамерника Михаила Курочкина. Имя жертвы тот пока не назвал. На следующий день сыщики начали оперативную игру, главная роль в которой отводилась Геннадию. Мы уже сказали, мы рядом, тебя в обиду никто не даст. Давай согласие все-таки на это исполнение и узнавай информацию побольше, чтобы мы были готовы к чему-то. Отныне все контакты Геннадия с Курочкиным проходили под контролем сыщиков. Ему была выдана соответствующая техника, которую он использовал в ходе встреч с ним, фиксировал их. Он записывал разговоры с Курочкиным на телефоне. Обсуждать убийство заказчик предпочитал в машине. Геннадий подсаживался к нему, и они катались по району. В одной из таких встреч Курочкин показал гонорар, который заплатит после выполнения заказа – 200 тысяч рублей. К ним в придачу он обещал подержанную иномарку. В тот день Геннадий наконец выяснил главное – кого Курочкин задумал убить. Он приезжал и говорил, что я в шоке, я в шоке от того, что он хочет. Он с ума сошел. Я думал, может, конкурента устранить хочет, может, обидчика какого-то. А тут он заявляет, что хочет убить мать. Я говорю, как мать? Может, она ему мачеха? Нет, это его родная мама. Единственного сына, который приговорил ее к смерти, Инна Сагубина видела последний раз два года назад в зале суда. Тогда он на нее даже не взглянул. Вообще даже вот тут хоть глаза поднял. Я не хочу его видеть. Не хочу. Я даже после вот этого приехала домой и все фотографии порвала его. Я оставила только детские. Маленький Миша был хорошим ребенком, послушным и сообразительным. Инесса не отпускала его от себя ни на шаг. Даже устроилась работать в детский сад, куда ходил сын. Мне завидовали даже. Такого ребенка ни у кого нет. Стихи все знал, песни все знал. Конечно, он как маменький сыночек рос. Сын стал неуправляемым после третьего класса. Связался с дурной компанией. Начал пропадать на улице, нюхать клей. Потом перешел на наркотики и получил первый тюремный срок. Несмотря на то, чем он занимался, она приезжала к нему на свидание. Она передавала ему посылки неоднократно. То, что необходимо в местах лишения свободы, он был обеспечен постоянно. Инесса продолжала оставаться заботливой и любящей матерью. Несмотря на то, что сын-наркоман все тащил из дома и совсем перестал с ней считаться. Он никогда мне мама не говорил. Слышь ты! Слышь ты! Единственное, он мне сказал маму спасибо, когда я его в последний раз вызывала скорую. Ему плохо было. Тогда, позвонив в скорую, мать спасла сыну жизнь. А через полгода он ее заказал. Курочкин имеется семья. Жена и ребенок. Он понимал, что содержать их не может. Курочкин решил организовать убийство своей матери с целью завладения ее имуществом, а именно квартира. Курочкин тщательно продумал убийство. Его бывший сокамерник Геннадий должен был подкараулить Инессу в парке во время прогулки с собакой и ударить ножом в сердце. Он хотел это инсценировать как нападение. То есть не как заказное убийство или преднамеренное убийство, а как ограбление. При каждой встрече и телефонном разговоре Курочкин требовал от Геннадия убить мать как можно скорее. Но тот, следуя инструкциям следователей, тянул время. Нам нужна была доказательная база, потому что с двух-трех встреч каши не сваришь. Завтра он скажет, что это было просто так, разговоры, ни о чем. Я фантазировал и все, грубо говоря. И, соответственно, он идет безнаказанно. Геннадий под разными предлогами откладывал убийство и через месяц у Курочкина лопнуло терпение. Эти записи с видеокамер стали для следователей одной из главных улик. Раздраженный Курочкин сам покупает нож, для убийства, оставляя на нем свои отпечатки. Выйдя на улицу, он передает его Геннадию с требованием выполнить заказ немедленно, иначе он найдет другого исполнителя. Для нас это была стартовая точка, потому что мы опасались, что он действительно может к кому-то обратиться, к какому-то наркоману, и тот на него нападет. Мы же не могли охранять два суточна. Поэтому все, и начали действовать. Сыщики решили убедить Курочкина, что киллер заказ выполнил. Но прежде чем инсценировать убийство Инессы Губиной, пришлось ей обо всем рассказать. Вы представьте, вот приходят к вам сотрудники и говорят, да, ваш ребенок хочет вас убить. Это было рано утром, в 7 утра, мы еще спали. Звонок в дверь. Открываю, два мужчины стоят. Собираетесь ли вас, говорит, заказал ваш сын. Ну, что, для меня это шок. Инессу увезли из дома и спрятали, чтобы случайно не попалось на глаза сыну, который жил с ней в одном подъезде. А потом оперативники вместе с московскими медиками разыграли идеальную комбинацию. Геннадий позвонил Курочкину и сказал, что его мать мертва. В это же время на место убийства приехала скорая помощь, которая якобы увезла в больницу женщину с ножевыми ранениями. Курочкин мог проверить через больницу, доставлялась ли потерпевшая с ножевыми ранениями. В связи с чем, следствием было принято решение провести это все официально через медицинское учреждение. Все это время Курочкин ждал, что ему, как ближайшему родственнику, позвонят из полиции и сообщат о смерти матери. Как только поступил звонок, он поехал к участковому, полностью уверенный в своей безнаказанности. Там уже ждали его наши сотрудники, которые предъявили, объяснили. Он до последнего не признавал, что это бред какой-то. Не может быть. Улик против сына, заказавшего собственную мать, хватило, чтобы посадить его на 12,5 лет. К сожалению, в практике следователей это не единственный случай, когда к конфликту отцов и детей подключается киллер. Похожая история произошла в Чувашии 13 лет назад. Тогда мать заказала сына. И убийство состоялось. 2 декабря 2008 года в полицию города Чебоксары поступило заявление о пропаже 39-летнего Владимира Ильина. Следователи быстро выяснили, кто звонил на мобильный Ильина последним, и уже через несколько дней слушали признание его убийц. На практике я, честно скажу, не помню такого, чтобы деревенская женщина, тем более в таком возрасте, тем более своего сына заказала. Это крайне нонсенс. У нас оказалась преступница, жительница Чувашской республики, которой было 76 лет. Женщина, которая разговаривала на чувашском языке. Деревня она жила. Деревня Ойка-Скибеки Ворнарского района Чувашской республики. Жуткую историю о том, как пенсионерка Валентина Константинова заказала убийство сына, здесь вспоминать не любят. Односельчане знали, заказчицу только с хорошей стороны. Таярка я работала, ферма работала. Хорошая женщина была. У Валентины Константиновой было пятеро детей, три дочери и двое сыновей. Она приговорила к смерти старшего, чтобы прожить остаток дней спокойно. Владимир Ильин каждые выходные приезжал в родную деревню из Чебоксар. Сначала пил, а потом бил. И мать, и отца. Он требовал от престарелых родителей спиртное. Когда те уже не могли находить, он начинал их избивать. Запирал их в подпол, таскал за волосы. Там мать избивала отца. За избиение родителей Ильин дважды привлекался к уголовной ответственности, но все равно продолжал издеваться над стариками. Они часто прятались от него у соседей, которые сами боялись пьяного Вову. Гробый был очень. Боялись мы. Вон, кричит. Оттуда идет и кричит. Все, мы видим уже. Вову пьяный. Прятаться надо. 8 ноября 2008 года Ильин позвонил матери и сказал, что приедет и убьет их с отцом. И она попросила зятя Анатолия Косарева организовать убийство сына. Теща плакала, сидела, говорила, что все уже не мог увидеть его. Зять тещу пожалел. На следующий же день он нашел киллеров прямо на работе. Исполнить заказ согласились коллеги-грузчики. 17-летний Арсентий Афанасьев и 20-летний Алексей Семенов. О цене договорились сразу. 32 тысячи рублей. Эта сумма исходила не от исполнителей, эта сумма исходила от самой бабушки. Почему? Потому что у бабушки больше денег не было. То есть вся пенсия в наличности у нее как раз в этих размерах. То есть в пределах 32 тысяч было. Выманивать Ильина из дома пришлось Косареву. Микрорайон Гремячего города Чебоксары. 20 ноября 2008 года в 9 часов вечера Владимир пришел вот на этот пятачок у магазина, ожидая встретить здесь мужа сестры. А встретил своих убийц. Когда вышел Ильин, я его узнал, потому что видел раньше. И попросил, кого ты ждешь. Он сказал, что ждет Косарева Анатолия, что должен приехать. Я сказал, что он не приедет. И ударил его. Он сразу же упал. Потом я сел на него и ударил еще 2-3 раза. Сбитого с ног Ильина киллеры затолкали в машину и отвезли за 40 километров от Чебоксар. Там жестокое избиение продолжилось. И по голове, и по туловище, по рукам, по ногам. Афанес сказал, что не могло его убить. То есть не хватает сил воли. И тогда Семен взял металлический пруть, и по затылку нанес по голове 3 удары. Когда убийц задержали, они рассказали, что тело Ильина сбросили в овраг и закидали ветками. Но прежде вытащили из его карманов телефон и ключи от дома. Доказательство для матери, что сына больше нет. Покрывать заказчицу они не стали. Я непосредственно с этой женщиной встретился. Она выглядела старо. Но, как бы ни было, у нее глаза были живые. Вы представляете? В глазах было столько, можно сказать, даже ненависти к сыну. Было такое ощущение, что она нискоречко не сожалела о совершенном своем деянии, о том, что она организовала все это. Она была болевая женщина, в здравом уме. Она подавала полный отчет своим действиям. Самый большой срок в этом деле, 12 лет, получил Алексей Семенов. Валентину Константинову строго наказывать не стали. Суд учел ее возраст и аморальное поведение сына и назначил ей два года колонии общего режима. На свободу она вышла в 78 лет. Сейчас ей 89, и она по-прежнему живет в деревне Ойкаскибеки. Это дело крайне редкий случай. Киллеры знали заказчицу и сдали ее. Обычно наемники знакомы только с организатором убийства, и доказать их связь с заказчиком очень непросто. Особенно если заказчик, как в лихие 90-е, действует через нескольких организаторов. Скажем, убийство вора в законе. Кто на себя возьмет смелость? И возникает вот такая многоступенчатая система. Заказчик, посредник один, посредник два, посредник три, посредник четыре, а иногда посредник пять. И, наконец, исполнитель. В 21 веке заказчики стали использовать еще более изощренные способы самозащиты. Убийства все чаще заказывают в Даркнете, теневом аналоге привычного нам интернета. А с киллерами расплачиваются криптовалютой. Ее конвертируют в обычную валюту через два десятка электронных кошельков, оформленных на посторонних лиц. Когда деньги в итоге поступают киллеру, установить от кого они почти невозможно. Но у следственного комитета есть эксперты и в этой области. Есть многие виды возможностей перевести деньги. Но всегда остается финансовый след. Одно из убийств, заказанных в Даркнете и раскрытых следователями, расстрел их коллеги Евгении Шишкиной. Заказчику он стоил два биткоина после конвертации, превратившихся в миллион рублей. Дело Шишкиной стало для следственного комитета одним из самых объемных за последние годы. 1300 допросов, более 70 судебных экспертиз, 40 обысков, 30 исследований на детекторе лжи. Убийцу искали два месяца. Выйти на него помог крошечный фрагмент видеозаписи, обнаруженной среди сотен часов съемок камер наблюдения. Запись сделана примерно за час до убийства, в 5.40 утра, в квартале от дома, где жила потерпевшая. По улице проезжает автомобиль. Мы установили его марку, модель, год выпуска. Было установлено, что это автомобиль таксомоторный, который относится к Московской области. Следователи предположили, что именно на этом такси в Архангельское мог приехать киллер. Ведь буквально через минуту в объектив соседней камеры попал похожий на него человек. Двигался он в сторону лесопарка, где была найдена сменная одежда убийцы. Это было подозрительно. В лесопарковой зоне нет никаких предприятий. Ничего такого, куда бы он мог пойти на работу. И время очень было ранее. Для проверки этой версии следователи сделали запрос в таксопарк. Проводилась работа по установлению номера, с которого это такси было заказано. Был установлен владелец этого телефонного номера. Установлены его данные. Человеком, вышедшим из такси, оказался житель Санкт-Петербурга 19-летний Абдул Азиз Абдул Азизов, недавно отчисленный из медико-социального института. В Архангельское он приехал из соседнего Красногорска. Он прибыл в Красногорск 26 сентября, незадолго до убийства. Маршрутовые передвижения были выяснены по Красногорску и по Архангельску. И стало понимание о том, что вероятнее всего он является исполнителем убийства. Сыщики окончательно убедились, что они вышли на верный след, когда выяснили, что в день убийства подозреваемый получил перевод 600 тысяч рублей. Было установлено, что на банковскую карту Абдул Азизова выступали денежные средства банковской карты несовершеннолетнего лица. 7 марта 2019 года Абдул Азиза и его 16-летнего подельника, организатора убийства Кирилла, задержали в Санкт-Петербурге. Они сразу признались и начали давать показания. Было где-то в этом районе. И там я вызвал такси. Также написал Кириллу о том, что все сделано. А что имеет в виду, что все сделано? Убитый Шишкин. То есть, во сколько примерно по времени это было? Спустя 20 минут после того, кто не убил. В уровне совершенствовательства участников входило в том, что он выступил как в качестве подстрекателя, именно он подобрал исполнителя убийства, так и в качестве пособника, поскольку он предоставил всю информацию о потерпевшей исполнителю убийства. А также существовало финансирование преступления, то есть перечислял деньги, которые сам получал от заказчика по преступлению исполнителю убийства. Гонорар Кирилла составил 400 тысяч рублей. С заказчиком он познакомился в Даркнете и никогда с ним не встречался. Заказчик называл себя именем мексиканского наркобарона. Мигель Моралес. А Кирилл скрывался под псевдонимом Белый Шоколад. Он, соответственно, когда общался с заказчиком, по исполнению он себя выдавал за взрослого. Он сам проживает там в Испании, якобы, что он даже не в России. И ему даже фотографии отправлял, такие как бы дел, как будто он где-то за рубежом сам находится. Нечестную игру вел и заказчик. Он не сказал исполнителям самого главного, что убить им предстоит следователя. Вычислить, кто скрывается под псевдонимом Мигель Моралес, экспертом следственного комитета удалось довольно быстро, несмотря на то, что работа в Даркнете – процесс невероятно сложный. Как они это сделали? Пока тайна следствия. 14 марта 2019 года в подмосковном Архангельском прошел следственный эксперимент, на котором Абдул-Азиз Абдул-Азизов рассказал, как совершил убийство. Сначала он ждал Евгению Шишкину в подъезде, но, столкнувшись с ней, лицом к лицу стрелять не решился. Через минуту Абдул-Азиз побежал догонять свою жертву. Здесь она же меня услышала и начала уже ускорять шаг. То, что испугалась. Перед тем, как совершить убийство, 19-летний киллер упал. Из такого положения он и стрелял в следователя. Самодельный пистолет, купленный с рук, взорвался после второго нажатия на курок. Его остатки Абдул-Азиз сбросил в Москву-реку. Здесь я выкинул пистолет и два припаса умерла. В ходе осмотра дна Москва-реки, которая продолжалась в течение трех суток, были обнаружены и патроны, и самодельное огнестренное оружие. В ноябре 2020 года Московский областной суд приговорил Абдул-Азизова к 14 годам лишения свободы. Его соучастник Кирилл получил 9,5 лет. Но дело Евгении Шишкиной продолжается. Впереди суд над заказчиком убийства, хакером Ярославом Сумбаевым. Он экстрадирован из Грузии в Россию и сейчас ждет своей участи в СИЗО. О заказных убийствах в России впервые заговорили ровно 30 лет назад. С тех пор их стало намного меньше, но они приобрели новые черты. Бесловно, все изменилось. И заказные убийства изменились. В 21 веке убийства по найму начали организовывать с помощью интернет-технологий. А киллерами теперь все чаще становятся не профессиональные убийцы, а случайные люди, которые хотят больших и быстрых денег. Но кем бы ни оказались убийцы, следователи будут их искать. Будем продолжать заниматься тем, чтобы пресечь все подобные деяния, и чтобы преступники и злоумышленники знали, что они не могут и не имеют права совершать данных поступков, и что это точно не останется безнаказанным. Продолжение следует... Продолжение следует...